МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно я была на семинаре по написанию краевых и федеральных грантов. А государство выделяет внушительные суммы на культурные, образовательные, спортивные проекты. И вот на этой встрече собрались активные люди. Меня, конечно, немного поразило и удивило, сколько у нас таких людей. А еще поразила вот эта женщина Трубицина Наталья Павловна, сегодня которая и является гостем нашего женского клуба. Здравствуйте, Наталья Павловна. Здравствуйте, Юля. Я представлю телезрителям, что вы председатель комитета по культуре, спорту и туризму администрации Бийского района. Да, совершенно верно. И Бийский район именно на базе администрации проводился вот этот семинар по грантов. То есть, я так понимаю, у вас такая положительная история в сфере написания грантов. Расскажите немножко об этом. То, что данный семинар, на котором вы присутствовали, проходил на территории здания, так скажем, Бийского района, в частности, здания, где располагается наш комитет, это не случайно. Потому как у нас с 2011 года заключен договор о сотрудничестве с некоммерческим партнерством «Сибирский центр социальных технологий», который вот и проводил данный семинар. Это партнерство является также одновременно ресурсным центром краевой администрации именно по положительному опыту распространения опыта и возможности научить людей написать заявки, иметь доступ к грантам различных уровней. Такое сотрудничество с 2011 года продолжается. Семинаров проведено более четырех в год. То есть, с 2011 по 2018, если вот так вот считать, то уже достаточно много. И результатом вот этого сотрудничества также явилось написание ряда грантовых заявок, заявок на различные грантовые конкурсы, краевые, и в том числе у меня есть пролопера по написанию гранта, президентского гранта, и практически большинство наших грантов увенчались успехом. Мы выиграли определенные денежные суммы, на которые реализовали задуманное. Вот про реализацию задуманного. Большинство, ну, слышали про гранты, но не понимают, что это такое. То есть, это государство дает определенную сумму денег на какой-то проект. Вот какие проекты вы уже реализовали? Ну, до того, как познакомиться с Сибирским центром социальных технологий, у меня уже был опыт написания заявок на грантовый конкурс, который венчался успехом. Это было в 2009 году, в год, когда Василию Макарчу Шикшину исполнялось 80 лет. И самые обстоятельства складывались так, что нужно было что-то написать, потому что явно под эту знаковую дату, возможно, выделят денежные средства. То, о чем я говорю, называлось «Эколого-туристический слет и слет детских организаций». В 2009 году он был юбилейный, 20-й по счету, и в Бийском районе. И он как раз был приурочен к юбилею Василия Макарча Шикшина. И грантовая заявка была совершенно мной написана чисто по образцу, который я увидела, и чисто по внутренним моим соображениям, потому что я внутренне понимала, что вот он грант, что выиграть его можно. Реально есть учреждение, от которого можно заявить. Это был комитет по образованию и делам молодежи, в котором я в то время работала заместителем председателя по воспитательной работе. И я понимала, что ничего нет невозможного, нужно просто попробовать. И все. У меня подобрались люди, с которыми я в этот момент это могла сделать. Показать надежные коллеги и помощники из школ Бийского района. Кто-то мог сделать презентацию, кто-то мог разработать в Короле, допустим, буклет, который нужно было сделать. Кто-то вместе со мной поддавал идею. В конечном счете заявка была сформирована, все необходимые материалы были отправлены. И потом было величайшей радостью, когда просматривают, обычно, когда объявляют о конкурсе грантов, и потом говорят, что заявки принимаются до такого-то числа, подведение итогов до такого-то. И ты вот с такого-то числа, когда подведение итогов, уже итоги должны быть опубликованы, начинаешь смотреть в интернете, потому что тебе очень интересно. Потому что, ну, когда увидишь, что ты выиграл, и просто хочется прыгать до потолка, особенно, когда это было в первый раз. Этот грант был выигран, а в молодежной политике это был грант по молодежи. И он составил, по-моему, 20 тысяч рублей. Это 10 лет назад было, потому что в первый грант можно писать не более 30 тысяч. А потом, если есть опыт положительной реализации грантов и отчетов, и всего остального, то сумма увеличивается до 100 тысяч. Это вот в молодежной политике. На эту сумму мы провели вслед, изготовили буклет с истории детского движения, и туристического движения Бийского района каждому участнику. А их было более 500 участников. Изготовили футболки с логотипом этого слета, которые, во-первых, все организаторы были в футболках, и что мотивировало детей на то, что это был совершенно какой-то другой формат слета, к чему-то обязывало, что, ну, то есть, все были в каких-то интересных таких вот... И кепки, бейсболки мы еще приобрели на эти средства. А затем победителям мы тоже дарили вот эти футболки командам победителям. Ну, и также обустроили ряд конкурсов, которые мы проводили там, реквизит соответствующий. И, соответственно, у нас было достаточно много таких новинок, которые мы проводили в этой программе, которых у нас не было, потому что у нас были дополнительные финансовые средства. Ребята, которые вот сейчас уже взрослые, то есть 10 лет уже прошло, ну, когда мы иногда встречаемся с нашими выпускниками, и речь заходит о слетах, они часто вспоминают этот слет, потому что он был на берегу Катуни, в живописном месте, около сросток, и он действительно запомнился, потому что он был юбилейный, и он был вот такой вот отличный. Наталья Павловна, ну, вот заявители вот грантов, да, это люди неравнодушные, это люди активные, с такой, я бы сказала, позитивными устремлениями. Вот я даже с вами общаюсь, я вот это вижу, как вы на это настроены прямо, то есть у вас горят глаза. Вообще, каким образом вы пришли работать в эту сферу? Я так понимаю, что нужно было обладать не только творческими способностями, но и организаторскими. Я думаю, что все началось со школы, потому что школа, в которой я училась, Малогриневская школа, она была, вот сегодня я понимаю, что ее можно назвать школой о жизни творчества, в которой поддерживалась директором школы любая творческая инициатива, а директор сама горела, смотры художественной самодеятельности, какие-то костюмы привозил, мы в этом всем участвовали, мы выезжали на всякие спортивные соревнования, то есть обычно же вот этот актив, который он там и там, и там, и на олимпиады, и на соревнования, и танцевать, и туда, и сюда, и все это мне было интересно, безумно, мне все это нравилось, и когда я поступила в институт педагогический, я, естественно, все продолжила, то есть я танцевала там в коллективе, и выступала, и выезжала на различные олимпиады, и спортом занималась, то есть мне это все нравилось, и я продолжала учиться, а жить своей жизнью, мне всегда вот эта жизнь была как бы более, чем учеба, допустим, на физмате, вот, поэтому потом, когда я закончила институт, я пошла работать в школу же опять, в Малую Гриневскую, и снова, когда мне дали детей учить, я набрала танцевальный коллектив, стала с ними танцевать, проводить различные мероприятия, и детям это все нравилось безумно, и мне само это нравилось, потому что нет, и потом меня пригласили работать старшей вожатой в лагерь, по окончании первого года работы в школе, меня пригласили райком комсомола, старшей вожатой в лагерь в Пионерский, в Колосок, и, а я до этого уже много лет, пока училась в институте, я там работала просто вожатой, и мне это тоже безумно все нравилось, и когда меня пригласили старшей вожатой, Я прошла курсы, и я работала там вожатый месяц, потом еще второй меня туда позвали. Я поняла, что вожатая – это ты просто не спишь месяц, ты вообще не спишь, потому что ты днем проводишь мероприятия, там еще танцевальный кружок я вела, там аэробику, и потом вечером ты ночью проводишь всякие планерки, а потом ночью ты заполняешь этот журнал, который приедут свыше и будут проверять, чтобы там были фотографии, там мероприятия были описаны. И все, когда потом месяц закончился, домой приезжаешь, отсыпаешься вот так, и понимаешь, завтра тебя позовут в лагерь, и я снова туда поеду. Просто я понимала, что вот это моя жизнь. И ты понимаешь потом, что ты начинаешь по этому скучать. И мне это очень-очень все нравилось, инструктивный лагерь, в который я ездила. Вообще все, я впитывала в себя все, игры вот эти коллективные, там мероприятия, все записывала. Мне это интересно было сочинять какие-то, я все вот настолько люблю учиться, и я поэтому вот училась тогда, вот этому всему напитывалась. Когда я пришла работать в школу, отработав год и с лагеря приехала, поступило мне предложение пойти работать в райком комсомола. А я еще была секретарем комсомольской организации в школе учительской. И наша учительская комсомольская организация тоже везде в спорте участвовала, за этот год пока я работала. И в смотре художественной занятий. И по итогам стала лучшей комсомольской организацией в районе. И меня позвали работать сюда, в школьный отдел, в райком комсомола. И когда со мной составили разговор, я сказала, да вы что, нет, я не пойду сюда, потому что я очень люблю свою работу, я очень люблю детей, куда я пойду. Мне вот здесь нравится, давайте на следующий год, я говорю, давайте я поработаю, наработаюсь. И они мне говорят, а на следующий год этого места может не быть. Райком комсомола это ограниченное в возраст до 28 лет, может быть этого и не быть. Ну я тогда подумала, и какое-то время думала, а потом согласилась. И перешла работать, но директор школы мне не отдал трудовую книжку. Он сказал, такими кадрами я разбрасываться не хочу. И он мне в принципе ее отдал уже потом, лет через энное количество, мне там выписали другое. Вот оттуда пошло все, а потом был райком комсомола, это естественно высочайшая ответственность. Ну как бы вот для меня школа огромная, потому что я сейчас думаю, как бы не доверяя молодежи, и говорят, да, вот он еще молодой, как вот работали люди в райком комсомола, общались с равными, ставили задачи и решали очень даже хорошо вопросы и производственные, как бы, и культурно массовые. Ну я работала в школьном отделе, а потом я работала вторым секретарем, меня избрали райкома комсомола, это тоже очень большой пласт. Вот именно того, чего я делаю. А потом я работала заместителем председателя комитета по образованию, делам молодежи, по воспитательной работе, а это слеты, которые с нуля мы вот начали, вот эколого-туристические, сначала туристические, потом эколого-туристические, потом эколого-туристические детские организации. Это лидер игра, которую мы придумали, это игра «Одиссей разум», это детские игры, куда вот дети приезжали, это вот клуб «Камертон», который мы создали, клуб «Камертон» заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и вожаток, которые кроме того, что обменивались своими находками новинками, Мы выезжали один раз, допустим, в квартал, мы выезжали в Чимал с ними, мы куда-то выезжали. То есть у нас был творческий союз вот такой. Люди могли работать и общаться в неформальной обстановке. Я так понимаю, что сейчас работают в Комитете по культуре, по туризму. И буквально на этой неделе у вас будет большое событие связанное. Расскажите об этом и пригласите телезрителей. И предстоит у нас большой праздник, посвященный Дню туризма. Он у нас пройдет 29 сентября. Приезжает дворная команда «Села». Могут быть люди совсем молодые, могут среднего возраста, не только работники культуры, не только спортсмены. Потому что это творческое мероприятие. У нас там традиционно конкурс поваров. Каждая делегация готовит свой стол и представляет его каким-то образом. Ну, в общем, там чудесно, интересно. И таких блюд, которые можно увидеть на нашем мероприятии, наверное, нигде не увидишь. И конкурс музыкальный мы в этом году сделали, который назвали «Зажигай! Сделано в культуре». Ну, то есть без границ. Фантазия без границ. Праздник интересен тем, что общаются они друг с другом. Идет на сцене действие какое-то. Здесь может быть общение. У нас достаточно много там игр, флэш-мобов проходит одновременно. Плюс костры вот эти, вот это общение, песни. Ну, праздник, если будет погода, даже если не будет, у природы нет плохой погоды. Предполагает быть интересным. Я вас приглашаю. И приглашаю наших зрителей, которые видят нашу программу. Потому что приезжайте и не пожалеете. Это село Поливодка. Село Поливодка, 29-го, 11-00. Наталья Павловна, я благодарю вас за интересную беседу. Телезрителям хочу сказать, что не только какие-то муниципальные учреждения могут участвовать в грантах. В этом могут участвовать и физические лица. Сейчас есть много информации в интернете. Главное – ваша активная жизненная позиция. Это, конечно, не средство обогащения, но это реальный шанс сделать жизнь вокруг нас лучше. До встречи в женском клубе. Благодарим за помощь в создании программы «Кафе Панорама», улица Шишкова, 2. Смотрите программу «Женский клуб» на видеохостинге YouTube в группах «Бийск. Мой город», в социальных сетях «Одноклассники», Facebook и ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова